Британские военные могут полностью отказаться от танков. По данным СМИ, идея обсуждается в Минобороны Соединенного Королевства, но решение пока не принято. А Россия провела испытания в беспилотном режиме новейшего танка Т-14 «Армата». Михаил Задорожный о том, каким разным видят будущее танков российские и британские военные. О полном отказе британцев от танков как класса боевой техники речи пока не идет. По данным Таймс, в правительстве размышляют на тем, стоит ли вкладываться в модернизацию устаревших танков «Челленджер-2» и боевых машин пехоты «Вэрриор». В общей сложности на вооружении британской армии находится порядка 500 единиц такой техники. Некоторые военные ведомства считают, что деньги, необходимые на модернизацию, лучше направить на развитие космических и киберовооружений, которые приобретают все большее значение в 21 веке. О возможности полного отказа британцев от танков рассуждает военный обозреватель газеты «РУ» полковник запаса Михаил Ходоренок. Все-таки там на уровне пока дискуссий и дебатов. Пока они окончательное решение не приняли. Вполне возможно, что, может быть, эта дискуссия их приведет к тому, но это моя гипотеза, что, может быть, даже отказаться от собственных разработок в этом плане. Поскольку «Челленджер-2», скажем прямо так, тоже не самый удачный танк. Он там с массой атовизмов, недостатков. И вполне возможно, что они, опять-таки, по моему мнению, могут примкнуть к франко-германскому замыслу о создании боевой машины будущего. Британия – родина танков. Именно англичане впервые применили тяжелую боевую технику на гусеничном ходу против немецких войск в битве на Самме в 1916 году. Правда, больших успехов в танкостроении британцам достичь не удалось ни тогда, ни во время Второй мировой. Да и сейчас у них не самые лучшие в мире танки. Но полный отказ от них – странная идея. Ведь в таком случае не очень понятно, как, собственно, пехоте воевать. Продолжает историк бронетанковой техники Юрий Пашалок. Есть хорошая поговорка. Не является земля захваченной, пока на ней не вступила нога пехота. Нога пехота не наступит, пока и там танков не встанет. Все это хорошо, все теории, но было уже это все ни раз и ни два. Те, кто отказывается от танков сейчас, они будут потом эти танки разрабатывать потом. Англичане уже один раз поплатили за это, потому что 30-е годы, конец 20-30-го годов, уже был большой провал англичан. В результате всю Вторую мировую они находились в состоянии догоняющих. В общем, толку так и не догнали. А Россия не только не собирается отказываться от танков, но и активно развивает этот класс боевой техники. Так, летом стало известно, что Т-14 «Армата» был успешно испытан в беспилотном режиме. А на форуме «Армия-2020» представители «Уралвагонзавода», где выпускают «Армату», заявили, что создание боевого роботизированного танка – вопрос ближайшего будущего. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сомневается в том, что через год-другой в России появится полностью автономный танк, которым управляет искусственный интеллект. Танк «Армата». Ну, во-первых, подозревается его не автономное действие, а дистанционное управление. Такие машины уже есть. Например, роботехнический комплекс «Уран-9». Роботехнический комплекс «Нерехта». Ряд из этих машин уже испытывались на поле боя в Сирии. Есть проекты превращения танков еще советской постройки Т-72 в беспилотные образцы, которые будут действовать впереди боевых порядков экипажных танков, скрывая систему огня противника, преодолевая инженерное заграждение, то есть вынуждая противника скрывать свою систему огня и боевые порядки. Своеобразная разведка боем в современном исполнении. Пока британцы раздумывают, нужны ли им танки вообще, в России уже представили концепт танка будущего, который в среднесрочной перспективе должен сменить «Армату». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА